Вопросы жилищного строительства рассмотрели на встрече в областном Акимате. Представители АО «Казахстанская жилищная компания» встретились с застройщиками региона. В текущем году в области планируют ввести в эксплуатацию 330 тысяч квадратных метров жилья. Из них, чтобы было понимание, 59 тысяч квадратных метров – это за счет частных застройщиков. На следующий год планы медицинские – 420 тысяч квадратных метров жилья и порядка более 100 тысяч квадратных метров – это за счет частных инвестиций. С 2016 года АО «Казахстанская жилищная компания» выданы 243 гарантии на завершение строительства в целях защиты интересов дольщиков. Проблема теневого рынка по-прежнему является одной из актуальных, в том числе и в север-казахстанской области. «Рынок у нас частного застройки, он развивается так или иначе самостоятельно, без участия каких-либо инструментов поддержки с нашей стороны. Поэтому у нас основной инструмент поддержки – это гарантии для того, чтобы привлечь дольщиков. Мы каждый год проводим исследования. К сожалению, у нас пока еще в Петропавловской и в целом в Север-казахстанской области не было выдано ни одной гарантии КЖК. Чем выгодна наша гарантия? Она открывает сразу доступ ко всем ипотечным продуктам области банка. Также ряд банков второго уровня сегодня тоже кредитуют активно на этапе строительства, на этапе котлована. Мы знаем, что цены примерно в 20% дешевле, чем в завершенном виде». В защиту интересов дольщиков разработаны более ужесточающие меры. Они включают в себя запрет на заключение предварительных и иных договоров, увеличение штрафных санкций, запрет выдачи ипотечных займов без разрешения или гарантии. Изменения в закон о долевом участии в жилищном строительстве поддержаны заключением правительства. Сейчас они находятся на рассмотрении мажоресменов. «Мы планируем расшить гарантии для малоэтажек тоже, чтобы можно было строить таланхаусы, чтобы можно было строить коттеджные городки по гарантиям». Два года назад утвердили генеральный план Петропавловска. Он включает в себя поэтапное строительство объектов и подразумевает определение перспективных районов для застройки. Одним из таких оказался микрорайон Капай. «Площадь микрорайона составляет 44,6 гектара. В нем предусмотрено строительство 27 многоэтажных жилых дома на 2800 квартир. Согласно плану детальной планировки микрорайона, предусмотрено строительство социальных объектов в шаговой доступности. Данное строительство предоставит возможность обрести комфортные условия для проживания более 9000 семей. В 2023 году в микрорайоне уже начата работа по строительству 7 домов. Это порядка где-то 600 квартир. Завершение строительства домов планируется в следующем году». В Петропавловске есть большой потенциал для роста жилищного строительства. Представители АО «Казахстанская жилищная компания» заинтересованы в сотрудничестве с местными застройщиками. «Большой потенциал есть развитие долевого строительства в регионе, применение субсидий на снижение ставки по банковским кредитам. Поэтому мы считаем, что в ближайшее время мы получим ряд заявок от местных строительных компаний. Ну и мы будем увеличивать долю законного рынка долевого строительства. «К сожалению, на сегодняшний день в регионе строится большая часть жилья за счет инструмента одного лишь КЖК. Это приобретение облигаций Акиматов по двум направлениям. Это кредитное жилье и арендное жилье. В ближайшее время мы поставили себе задачу увеличить свое присутствие в регионе и, допустим, выработать местными застройщиками какие-то новые механизмы взаимовыгодного сотрудничества». Процессы приема заявок ООО «Казахстанская жилищная компания» автоматизированы. За гарантией, субсидированием или финансированием можно обращаться удаленно через жилищный портал. Застройщики региона проявили интерес к презентованным инструментам поддержки. Пообещали тщательнее изучить новые возможности. В Петропавловске чествовали работников лесного хозяйства. В честь профессионального дня по поручению главы региона ГАУЭЗа Нурмухамбетова. Его первый заместитель Марат Асмагамбетов вручил руководителям лесхоза ключи от новых машин. «Вот по поручению Акимов области сегодня вручаем машины. Сегодня у вас в Спартакеада торжественное мероприятие. Так что давайте успехов вам». Обращаясь с поздравительным словом к работникам сферы, Марат Асмагамбетов отметил важность работы специалистов, которые ежедневно защищают природные ресурсы. «Президентам страны поставлена задача высадить 2 миллиарда деревьев в течение 5 лет на землях лесного фонда. И в нашей области запланировано высадить 122 миллиона деревьев. С начала реализации поручения главы государства в регионе проведена посадка уже 50 миллионов стук саженцев. Акимов области уделяет большое внимание отрасли лесного хозяйства. Для оснащения лесных учреждений за последние 3 года выделено более 900 миллионов тенгеев. Недрена система раннего обнаружения пожаров в семи учреждениях. Приобретены пожарные и патрульные машины, дроны и другая спецтехника». За вклад в развитие отрасли – многолетний труд. Ряд работников отметили почетными грамотами Акима области. Среди них – Ахоза Туртулов. Более 30 лет он трудится в лесном хозяйстве района Шалакына. Его многолетний опыт и преданность делу стали примером для молодых коллег. «Как в любой сфере в нашей тоже есть трудности. В любую погоду мы выходим на охрану окружающей среды. Приятно, что наш труд оценили по достоинству. Будем и дальше работать на благо родной области». В этот день почетными грамотами и нагрудными знаками отметили более 40 работников лесного хозяйства. Специалисты IT-индустрии региона сегодня собрались на форуме «Диджитал Дэй-2024». Открыл его и поприветствовал участников заместителя Акима области Рустем Курманов. Он отметил важную роль цифровизации в современном обществе. «Эти продукты востребованы, и они действительно помогают обществу для того, чтобы в целом вести и жизнедеятельность в доме, и в целом пользоваться различными сервисами. Этишники очень сильно продвигают и улучшают те тенденции мировые, которые с развитием технологий появляются в жизни у нас. Наш регион, Северо-Казахстанский регион, тоже стремится к развитию и внедрению передовых технологий в различные сферы жизни. Сегодня, как я уже сказал, цифровизация охватывает все сферы жизнедеятельности. Как подчеркнул президент в своем послании народу Казахстана, цифровизация является ключевым фактором модернизации экономики и государственного управления». Основной акцент форума сделали на демонстрации локальных цифровых проектов, направленных на улучшение инфраструктуры и качества жизни населения. «Сегодня мы познакомим вас уже с действующими эти компаниями, которые уже внедрили свои проекты и мы уже видим результаты от их деятельности. А также будут представлены стартапы, которые только начинают свой путь войти, но уже имеют минимальный жизнедеятельный продукт – MVP». Здесь же наградили победителей областного хакатона. Первое место завоевал Иван Пухов. Он представил инновационное приложение для построения умного города. «В котором собраны все мероприятия города, заведения, справочные службы. Любой пользователь может узнать всю необходимую информацию. Также можно связаться с любыми экстременными службами, отправить им свое местоположение. Хочется разработать полноценный проект, чтобы он получил реализацию, чтобы им пользователи пользовались». Уже через две недели в Центре креативной индустрии пройдет конкурс для дизайнеров «Креатон», где североказахстанцы могут разработать и представить уникальные логотипы. Этот конкурс станет важной платформой для творческого самовыражения и новых идей в сфере дизайна. На восстановление восьми защитных дамб в Петропавловске и Козложарском районе корпоративный фонд Демеу выделил почти 5 миллиардов тенге. Еще более 600 миллионов направили из местного бюджета. Сейчас на объектах ведутся работы по устранению проранов и наращиванию земляных тел дамб. Завозятся инертные материалы. О работе по ликвидации последствий паводка этого года и подготовке к весеннему половодию 2025 года рассказал заместитель Акима области Канад Дузельбаев на заседании Совета по региональному развитию при партии «Аманат». Из 42 поврежденных участков автодорог полностью восстановлено 38. Для этого из чрезвычайного резерва Республики Казахстан выделено 5,2 миллиардов тенге. На сегодня на четырех участках продолжаются восстановительные работы. Реализуется проект по реконструкции насосной станции первого подъема города Петропавловска на 3,2 миллиарда тенге за счет средств компании «Казм Минералс Демео». На данный момент строительно-монтажные работы первого этапа завершены. Второй этап включает поставку, установку и ввод в эксплуатацию высокотехнологичного оборудования. В настоящее время восстановлены 184 опоры и построено 12 километров линии электропередач. Для подтопленных населенных пунктов дополнительно построено почти 34 километра сетей электроснабжения и установлено 480 опор. В целом на ремонт канализационных коллекторов, дорог, лэб, объектов образования, укрепления устройства водозащитных валов, вывоз мусора и другие мероприятия выделено свыше 12 миллиардов тенге из чрезвычайного резерва местного исполнительного органа. Служебная этика госслужащих основана на принципах добросовестности, честности, справедливости и открытости. Ее стандарты отображены в этическом кодексе. Документ содержит основные требования государственным служащим, их обязанности, правила поведения, как на работе, так и в повседневной жизни. Государственная служба – это не только выполнение должностных обязанностей, но и постоянное соответствие высоким моральным и этическим стандартам. Общество и государство ослагают большие надежды на профессионализм и ответственность госслужащих, ведь именно от их поведения во многом зависит доверие к работе государственного органа. В связи с этим государственным органам особое внимание уделяется вопросам соблюдения этических норм на государственной службе. Департамент юстиции Североказахстанской области активно работает над обеспечением выполнения этического кодекса государственных служащих. В каждом государственном органе есть уполномоченные по этике. Это специалист, который отвечает за мониторинг соблюдения этических норм его коллегами. Главная задача заключается в снижении коррупционных рисков, предотвращении нарушений, которые могут нанести ущерб репутации как сотрудника, так и государственного органа в целом. Уполномоченные по этике проводят консультации, оказывают поддержку. Государственные служащие и граждане могут в любое время обратиться к нему за советом. Уполномоченные по этике всегда готов помочь в трудной ситуации. Мы работаем над повышением ответственности государственных служащих. В случае нарушения законодательства Республики Казахстан проводим анализ причин и условий, которые этому способствовали. Разрабатываем рекомендации по их устранению. Уполномоченные по этике – защитник и советник государственных служащих. В Казахстане эта должность появилась 7 лет назад. За это время в государственных органах произошло немало положительных изменений. Во многом это заслуга уполномоченных по этике. В этом году посевная площадь Айртаусского района составила 375 тысяч гектаров. 286 из них – зерновые культуры. Объем воловой продукции достиг почти 42 миллиардов тенге, что на 9,5% выше уровня прошлого года. Обновлен машинный тракторный парк на 254 единицы на сумму свыше 6 миллиардов тенге. В этом году собрано 530 тысяч тонн зерновых культур с урожайностью 18,5 центнер из гектара и 49,4 тысяч тонн масличных культур с урожайностью 9,4 центнер из гектара. Зяблевая обработка выполнена согласно плана на 100%. Для повышения урожайности было приобретено 23 тысяч тонн минеральных удобрений, которые внесены на площади 340 тысяч гектаров. Общий объем приобретенных семян составил 5 тысяч тонн, из них 4 тысяч 42 тонны элитных сортов. Показатели сорта обновления составила 10,2% при плане 9,8%. Увеличиваются объемы производства продукции животноводства. В районе произвели более 4 тысяч тонн мяса, 27,5 тонн молока и 7,5 миллионов штук яиц. Стабильно продолжают работать три молочно-товарные фермы. Надой молока с одной коровы достигает 6200 литров в год. Для благополучной зимовки всего поголовья сельхозяйственных животных в этом году по району кормовые запасы заготовлены в полном объеме. Объем инвестиций в основный капитал составил 13,5 миллиарда тенге. Основными источниками финансирования выступают собственные средства предприятий и организации, которые составляют 50,1% от общего объема инвестиций. Бюджетные средства 31,9%, другие заемные средства 18%. Обеспечение населения чистой питьевой водой является одним из важных направлений. В этом году завершили строительство локальных источников водоснабжения с разводящими сетями в селах Айртау и Шалкар. В текущем году начата реализация проектов по строительству локальных источников водоснабжения с разводящими сетями в селе Антоновка и Нижний Бурлук на общую сумму 3,3 миллиарда тенге. Ввод в эксплуатацию планируется в следующем году. В целях обеспечения населения качественной питьевой водой В текущем году в 11 селах района были установлены комплексные блоки, модули очистки воды. Ведется установка в 7 селах. Ежегодно Айртауский район посещают десятки тысяч туристов со всей страны и не только. С прошлого года там провели модернизацию пяти зон отдыха. На эти цели ушло 500 миллионов тенге инвестиций. У нас порядка девяти турбаз есть, которые работают круглогодично. Еще дополнительно 10 проектов находятся в работе. Большой интерес населения не только нашей области, но и республики есть и приезжает. Я сам был лично свидетелем, как приезжали из других областей нашей республики. И над этим мы работаем, будем развивать эту отрасль. В течение текущего года более 100 тысяч людей посетил, туристические зоны наши. Рост по сравнению с прошлым годом составляет более 5 тысяч человек. Думаю, в предстоящие годы оно еще увеличится. Хорошие дороги тоже в списке приоритетных задач. Ремонт дорожной сети провели на 3,5 миллиарда тенге. В рамках акции «Таза Казахстан» во время субботников вывезли более 15 тысяч тонн мусора. Высадили порядка 4 тысяч саженцев, деревьев и кустарников. В текущем году началось строительство культурно-оздоровительных центров в селах Берлестык и Ямантау. Этой осенью аграрии Акжарского района собрали почти 400 тысяч тонн зерна урожайностью 17,5 центнеров с гектара. Маслички убрали 70%. В закромах более 17 тысяч тонн. Наряду с сельским хозяйством развивают промышленность. Ее объем составил 1,5 миллиарда тенге. В районе добывают и перерабатывают строительный камень, производят щебень и кварцевый песок. Качественные дороги – приоритетная задача. На реализацию 10 проектов направили почти 3 миллиарда тенге. Отремонтировано уже свыше 65 километров дорог. Если взять внутрепрессилковые дороги, то мы в этом году отремонтировали в селе Горьковском 11 улиц. Общей протяженностью 6,7 километров выделено было 187 миллионов тенге. Также завершили мы средний ремонт в селе Талшик у общей протяженности 5,4 километра. Также были отремонтированы средний ремонт внутрипоселковых дорог в селе Козулту с протяженностью свыше 4 километров дорог. 98% сельчан или порядка 13 тысяч человек обеспечены качественной питьевой водой. Нет ее только в селах Айсары, Аксай и Тугуржапи. Рустем Юльбаев пояснил ситуацию. В Тугуржапи один дом. Мы сейчас работаем над тем, чтобы как не перспективное село перевезти. Там, значит, хоть и блочно-модульную ставить, это не рентабельно, мы посчитали. Но работу ведем, мы хотим на следующий год эту семью и в этом году ведем переговоры перевезти. В Аксайе тоже 4-5 домов, значит, тоже планируем перевезти, так как не перспективное село. Мы проводили в этих селах сходы, но они категорически отказались. Почему? Потому что там пресная вода идет со скважины. Санитарная служба у нас, эпидемиологическая, проверяла. Она соответствует всем санитарным нормам. И село Айсары тоже из источника питается. На сегодняшний день там более дворов, там порядком 50 дворов. Но, опять же, население, мы проводили сходы, то есть, да, в этом году отказались от блочной водоснабжающей, да, чтобы доступ был. Там вода пресная, я скажу, подземное зеркало и вода соответствует. Ну, вот так пока. В двух селах там не перспективное село. Перевполнение плана идет по линии занятости населения. Почти 200 человек нашли работу в сельском хозяйстве, около 100 в бизнесе. Всего в разных сферах трудоустроено более тысячи акжарцев. По заявкам работодателей на свободные вакансии через уполномоченные органы трудоустроены 345 человек при годовом плане 450. Из целевых групп населения, согласно плану, в течение года предусмотрено также было трудоустроить 21 человек. Из числа с инвалидностью из них два человека запланировано трудоустроить по квоте рабочих мест. В сфере образования, создавая комфортную среду, обновили три школы и детский сад. В этом году в район прибыли 19 молодых педагогов. В рамках модернизации сельского здравоохранения в четырех селах строят медпункты с подведением инженерно-коммуникационной инфраструктуры. История партнерства ТО «Династия Агра» из Жамбылского района и компании «Джатэко» из Японии началась в 2022 году. Сначала руководитель товарищества Владимир Кан несколько раз отправлял за границу образцель ненового и подсолнечного пищевого масла. В Японии продукция получила высокую оценку. Сегодня компания «Джатэко» занимается реализацией казахстанского масла на рынке своей страны. Наша компания занимается импортом казахстанской продукции. На сегодня мы являемся единственным специализированным торговым агентом Казахстана в Японии. Население нашей страны составляет 120 миллионов человек. Особенность Японии заключается в том, что она не имеет ресурсов, поэтому очень сильно зависит от импорта. Вот так продается из Казахстана льняное масло под брендом «Топ Валли». Наладить прямой экспорт в страну восходящего солнца непросто. Тем не менее, североказахстанскому аграрию удалось это сделать. Льняное масло Владимира Кана продается в 19 тысячах магазинах Японии. Сегодня мы уже можем говорить о больших результатах нашего партнерства. Североказахстанское льняное масло продается в магазинах самой большой розничной сети Японии. Оно имеет очень хорошее качество. Мы уже поставили на рынок Японии около 200 тонн. ТО «Династия Агра» является ответственным партнером. Мы хотим продолжить это сотрудничество. Производством растительных масел в Жамбылском районе начали заниматься в 2016 году. Площадь маслоцеха – 711 квадратных метров. В прошлом году объемы производства составили 360 тонн льняного масла. География экспорта у ТО «Династия Агра» широкая. Однако все упирается в логистику, говорит директор товарищества Владимир Кан. Мы отправляем масло в Монголию. Очень хорошо берут монголы наше масло, как и для пищевых целей, так и для кормления лошадей. Затем Российская Федерация. Мы с ней неразрывно связаны уже. Который год Свердловская область берет у нас, Курганская область берет масло. Но я считаю, что на сегодняшний день самое высокое достижение – это то, что мы пробились на рынок Японии. Рынок Японии был не закрыт, а недоступен из-за логистических трудностей. Выход на такие высокоразвитые страны, как Япония, Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты хорошо у нас сейчас начали брать. Это престиж не только для нашей отдельно взятой организации, но и для Казахстана в целом. Североказахстанское льняное масло пользуется особой популярностью благодаря своим оздоровительным свойствам. Если по европейскому стандарту 45% содержания омега-3 – это считается нормой, то у нас она превышает порядка до 65% содержания омеги-3. Поэтому то качество, которое мы даем – это, можно сказать, спасибо нашей природе. Природно-климатические условия, которые в северном Казахстане существуют, они способствуют хорошо высокому качеству содержания незаменимых аминокислот, которые содержат в льняном масле. Естественно, она помогает и для здоровья человека, то есть контролирует даже раковые опухоли, клетки. Ранее представители японской компании Джотеко встретились с первым вице-министром торговли и интеграции Республики Казахстан Айжан Бижановой. Стороны обсудили перспективы дальнейшего экспорта растительных масел. Ежегодно потребность Японии в льняном масле достигает около 10 тысяч тонн. В ближайшее время компания Джотеко планирует увеличить импорт казахстанского льняного масла до 3 тысяч тонн в год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова